В прямом эфире репортера новости. В студии для вас работает Алексей Майоров. Здравствуйте. Сегодня днем на Таирова погиб 12-летний мальчик. Как сообщили в полиции, ребенок упал с качели и разбил голову. Инцидент произошел во дворе дома по улице Академика Королева. После падения с массивной карусели движущаяся конструкция ударила его по голове. Школьник получил открытую травму черепа. Мальчик погиб до приезда медиков. Тело ребенка забрали. На месте были проведены следственные действия. Сейчас решается вопрос о том, чтобы внести данный факт в реестр досудебных расследований по статье «Умышленное убийство» с пометкой «Несчастный случай». Ситуацию вокруг конфликта на аэродроме школьной прокомментировали сами военнослужащие. Воскресенье пресс-служба Минопороны заявила о захвате воинской части в Одессе. Эту информацию полиция сразу же опровергла. Военнослужащие утверждали, что застройщик нарушил границу военного городка, но оказалось, что у него были все разрешительные документы. На адресу командира частини або в саму військовую частини никаких документов, которые нас предупредили про то, что в неделю о восьмой ранке они будут начинать работы на данной территории, не было. И дозвольные документы, которые фигуруют сейчас в этой справе, были наданы только уже в день, когда все это произошло. По вымогу уже военнослужащие прокуратуры они уже предоставляли. Для до військовой частини данные документы не надходовали. Для урегулирования ситуации в понедельник состоялось совещание под руководством губернатора Максима Степанова. Компромисс удалось найти. Минобороны на законных основаниях будет по заявке застройщика давать возможность использовать этот проблемный участок в границах дозволяющих. Застройщик уверяет, работы у аэродрома продлятся еще около восьми месяцев. После чего компания уберет забор и вернет территорию вокруг военного объекта в первоначальный вид. Начальника ГСЧС Киевского района подозревают в служебной халатности. Об этом заявили в областной прокуратуре. Подозрения сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям предъявили в связи с пожаром в детском лагере Виктория. Теперь суд должен избрать ему меру пресечения. Также в служебной халатности в этом деле подозревают экс-заместителя мэра Зинаиду Цвиренько и директора санатория. Экс-чиновника суд отпустил под личное обязательство, а директор Виктория находится в СИЗО. Проводилися перевірки вказаним районним відділом ДСМНС. Перевірки зафіксували численні порушення, а саме біля 30 пожежної безпеки. Одне з них, як в 2016, так і в поточному 2017 році було не підключення протипожежної сигналізації до відповідного ліцензійного пульту. Незважаючи на це, два роки поспіль не тільки просто виписувалися штрафи, а не вживалися жодних заходів до зупинення повного чи часткового функціонування вказаного дитячого табору. Також в прокуратурі заявили о подозріній в служебній халатності руководителю СИЗО. Це связано з ще одним резонансним делом – убийством надзирателя. Заключений знасилував, убив женщину, а затем розчленив тело і викинув його в мусорний контейнер на території СИЗО. Який абсолютно безвідповідально поставився до своїх службових становищів, що виразилося в неконтролі дії своїх працівників, тому що ми знаємо, що ця дівчина по своїм функційним обов'язкам навіть не мала знаходитися в тому місці і не мала контактувати там з особами, які утримуються в СИЗО. Крім того, було грубе порушення режиму, яке дало можливість затриманій особі фактично вільно перебувати і розгулювати на території, жити на господарському дворі і мати доступ до тих небезпечних предметів, якими і було вчинено таке жахливе вбивство. Расследувати резонансные нападения на журналистів і общественних активістів. С такою просьбою к голові обласної поліції Дмитрию Головіну і прокурору області Олегу Жученку обратились представители ветеранських общественних організацій. Лідери движення поделились своїми соображениями по поводу промедлення в расследований ряда громких дел і приняли решення через місяць ще раз собратися, але вже в присутній руководителі силових ведомств. На нынешнюю встречу ні Олег Жученка, ні Дмитрий Головін не прийшли. Я одно-единський, як член, допустим, аттестаційної комісії при УВД, ну, де-то могу, так сказати, передати вот этот тон вашого розговору. Абезпокійність, так. Произошла реформа, сказати, що вона принесла, так сказати, які-то, ну, результати, те, які чекають населення по своїй захисті, своєго здоров'я, своїх, так сказати, матеріальних цінностей, своєму імущества. Звісно, вони це не отримували, тому що в ряди влілись, ну, інтузіасти, желаючі працювати на професіональній підготовці, ніколи. ДОНОРЮІЇ Перейдемо к другим темам. На областной станції переливання крови сегодня отметили Хэллоуин. Волонтеры проекта ДонорЮА устроили акцію «В кровавый вторник. Нам нужна твоя кровь». Цель ее – привлечь внимание молодежи к донорству. Мы організували эту акцію для того, чтобы обратити внимание людей о том, що можна здавати кровь не тільки в праздничні дні, але і як можна чаще бути активним донором. Активні донори – це те люди, які здають три рази в год кровь, вони можуть следити за своєю здоров'ю, це дуже-очень полезно для них. Одна із волонтерів також решила здати кровь. Ана активний донор в цьому году здає кровь уже во второй раз. Первый раз, як все, обычно реклама в соцсетях, большинство в фейсбуке, в інстаграм, то есть заинтересовала. Почему бы и нет? Хотя раньше боялась даже кровь с пальцем здати, сейчас спокойно мне проще кровь здати с вены, ну не так больно, это так на подсознательном. Раз попробую, это у меня сейчас будет третья сдача. Первый раз я здавала кровь в прошлом году по сенью, сейчас вот вторая сдача была 14 апреля на день у ребенок, тоже людей было много. И вот это понравилось. В рамках акции волонтеры вручали донорам небольшие подарки и сертификаты. Также все желающие имели возможность сфотографироваться в специальной фотозоне. Утром в акции приняли участие 35 доноров. Мы готовы принимать до 100 человек в день, то есть это наши технологические возможности. Пока мы приняли 35 человек, но вы знаете, что это не только акция, потому что есть еще стихийный поток доноров, и есть сегодня акция пищевой академии. Лишь 17 депутатов Одесского горсовета общаются с избирателями в интернете, еще 6 депутатов не проводят даже приемы граждан. Такие промежуточные результаты аттестации депутатов огласили представители комитета избирателей Украины. Также, по их словам, 7 депутатов не обнародовали свою биографию для общественности на официальном сайте горсовета. Сейчас аттестация охвачена не только Одесский городской совет, областной совет в Одесской области, а и еще 7 городских советов в других областях. Это Львов, Краматорск, Черкассы, Херсон, Сумы и Днепр. Сегодня в Одессе простились с художественным руководителем Украинского театра Игорем Равицким. Народный артист Украины скоропостижно скончался 29 октября на 71-м году жизни. В Украинском театре он прослужил 30 лет. Курировал основной репертуар и альтернативную программу театра. Также Равицкий принял участие в съемках 17 кинокартин. На Панихиде присутствовали родные, близкие и коллеги режиссера. Есть люди, которые своим творчеством, своим внешним видом вдохновляют очень многих людей. Вдохновляют на прекрасное, на светлое, на доброе. Именно таким был человек, которым нельзя сказать «был». Потому что в спектаклях, в постановках, в вестибюле везде его дух, везде его энергетика. Прекрасная творческая семья. Он был потрясающим семьянином. Трудно вообще представить, что сегодня переживает его семья. Конечно, Игорь Миколаевич для меня был другом, с которым мы встречались и працювали не только на этой сцене, где я мав честь писать музыку до его режиссерских постановок, режиссерских задумок. Он это делал легко, невимушенно, мочи свое собственное ощущение, не только как режиссера, но и художника, в плане реализации этих задумок, затвора, яких он брал. Я часто бачу, встречался в спортивной зале. Я достаточно часто, и он играл в великий теннис. Людина, яка, когда я тиснул ему руку, он такие мягкие мязи. Я никогда не думал, что час так расставить акценты. И в одну минуту этого чудового человека ему другого не станет. Человек очень светлый. Таким он останется. Не благодаря съедине, а благодаря мудрости. Конечно, ужасно, что осиротел театр, семья. Да, не так много в Одессе людей с такой огромной творческой биографией. Столько сделавших для искусства Одессы, для своего родного театра, для молодых артистов. Он не только был прекрасным режиссером, художественным руководителем, но и наставником, педагогом, вырастил большое количество молодых артистов. Благодаря этому его будут помнить очень долго. Одесский черноморец не смог победить в родных стенах, но поднялся с последней строчки. На этот раз моряки сыграли в нулевую ничью с Мариуполем, который возглавляет экс-наставник Одессейтов Александр Бабич. Арбитр встречи Екатерина Монзуль не поставила пенальти. После явного нарушения правил против Дениса Васина от тренера гостей удалили с поля из-за неспортивного поведения и оскорблений в адрес судейской бригады. Ну, достаточно такой момент интересный. У нас, я так понимаю, сильно, может, обидчивые судьи. Ну, на эмоциях было сказано, что мы шоклоуны, и судья отреагировал, не было ни матов, ни грубости, ничего не было. Это все записано, я так понимаю, у него в микрофоне должно быть, я имею в виду. Никакой грубости и матов с моей стороны не было. Был игровой момент, я отреагировал на ту ситуацию, когда боролся Фомин с Жуничем, за что дали желтую карточку. Момент чисто игровой. Ну, а в целом, нулям на табло хозяева должны быть рады. Во втором тайме Черноморец спасла штанга после дальнего выстрела Руслана Фомина. В концовке встречи свою команду выручил голкипер Александр Гутер. Он среагировал на удар в упор. У одесситов тоже был ряд моментов, но их удары уходили преимущественно выше ворот. Матч, ну, я бы разделил на два отрезка. Все-таки первый тайм нам не удался. Надо будет разобраться, в чем причина, потому что не хватало ни скорости, ничего. Второй немножко разбежались, появились моменты и у наших ворот, и у ворот команды соперника. В целом, итог я считаю закономерный, потому что и одной, и второй команде нужны были очки. А вот причина конфликта наставника Черноморца Олега Дулуба с руководством клуба якобы связана с премиальными за победу над Киевским Динамо. Об этом сообщает авторитетный футбольный сайт Football.ua. Якобы шахтер перечислил одесскому клубу сумму около 200 тысяч долларов за победу над главным конкурентом. А футболистам ничего из этих денег не досталось. Ну и на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с репортером, удачи вам и берегите себя. Продолжение следует...